поздравляю с днем рождения все машина готова полтора часа как обещали все пунктуально и идеально смотрите это произведение искусства уланский завтрак мне обошелся 2 евро 60 центов меня пропустили друзья я взял два гляда всего на 8.20 аня не очень любит фильм ужаса так как раз таки взял на фильм ужас называется не видимо человек так с алкоголем разобрались сейчас осталось по праздники то есть как и все да шуба оливье пикантный салат я уже много лет занимаюсь продажами до продаю мелкие вещи такие как салаты стейки ну друзья very welcome еду я в город дублин еду я менять масло в коробке машине почему в дублин ну потому что там меняют получше там меняют поинтереснее там делать это не ирландцы делать это наши литовские парни вообще по моему начиная примерно с этого года в коробках масло официально дилер типа не меняют но у них там написано написано что на пожизненно масло там на пожизненно но все на пожизненно имеет какой-то свой срок поэтому менять его все равно надо менять его надо даже гораздо раньше чем как они говорят на пожизненно в общем едем в дублин не знаю сколько у них займет времени на помену примерно около двух часов мне кажется хотя горячее масло я не знаю как это будет делать некоторые гаражи вообще пригодит пригоняешь машину и они оставляют ее до часов пять там пока все не остынет так что пардон пардон у меня твердые страх дела так что вот звонят мне хороший большой праздник давно не ждали этого я их очень поздравляю сейчас я поговорю с ними и подключусь так что друзья идем в дублин поменяем масло здесь симптомы после этого пропадут если нет будет дальше разбираться но в дублине посмотрим что делать по этим не самый центр на по идее район типа как этот industrial estate различные гаражи ничего там особо по ходу смотреть не получится но в любом случае придется провести время да мы там можем посмотрим чтобы там сможем увидеть насколько это будет интересно поехали так друзья мы подъезжаем к нашему пункту назначения дублин такой же затуманенный как и вся дорога к нему так здесь я уже как-то один раз был вы прибыли к месту назначения должно находиться по правой стороне да вот эта контора седьмая передача называется что друзья машину сдали сказали полтора-два часа мне позвонят идемте прогуляемся слушайте холодно не холодно три градуса тепла на улице поэтому такой пар поэтому туман всю дорогу солнышко светит это уже хорошо что не дождь и снег можно более-менее пройтись надо идти какую-то бензоколонку перекусить потому что ничего не завтракал проснулся сразу поехал вот такой этот район много различных компаний фирм гаражей такой industrial estate что идемте пройдемся все белое смотрите на машине едешь были такие участки что дальше 50 метров просто ничего не видно сегодня у кирилла день рождения точнее не сегодня а когда у тебя в понедельник в понедельник ну как вы знаете детское день рождения это очередной повод для того чтобы взрослые могли погулять ну конечно же мы его не оставим в стороне сегодня мы ему купим подарки в понедельник он со своими друзьями отметит его уже немножко в другом месте это мы тоже покажем в эту виде напишите пожалуйста как вы считаете что можно подарить ребенку на 9 год его рождения мне интересно если у вас дети будут ли у вас дети были у вас дети вот чтобы вы сделали или что вы сделаете еще кто то может карт книгу кто может скажет какую-то игрушку автомат пистолет куклу вот просто реально интересно пишите дружу камеры будем покупать вы все это уже все это прошли пистолет и оружие машинки Поскольку в наше время все дети играют в компьютера, для них, конечно же, интересно покупать какие-то новинки для компьютерных игр. То есть у них есть либо новая игра, либо купить какую-то игру и ее уже апгрейдить, покупать, докупать различные скины, различное оружие, какие-то комнаты и прочее. Поэтому на этот день рождения все им ударят именно это. Сейчас подарки можно делать, не выходя из дома. Главное, чтобы у вас была карточка кредитная и все. Друзья, теперь будем выполнять Асобский Голг и, как я и обещал, мы немного с ним поколопасимся. Друзья, игры закончились, можно переходить в более серьезную вещь. Так, с алкоголем разобрались, сейчас осталось по идее. Обычно мы всегда делаем праздники, то есть как и все. Это шуба, оливье, пикантный салат какой-нибудь или еще шашлык. Но в этот раз мы будем делать все чисто по-европейски. Это значит пицца, чтобы ничего не надо было готовить дома. Это пицца, что-то из китайского, какая-нибудь картошка, утка и прочая фигня. Миша, я тебя сегодня поснимаю для своего влога, что будешь моей главной звездой. Ты вазочку строишь? Нет. А что? Что это? Сейчас сделаю, потом будет ясно. А, то есть ты еще понял. А это что за бинзин? Ты в процессе, а это партий бокс. Здесь картошка с различными мясами. Картошка, мясо, соус. Она готовилась в невеганском масле, я тебе сразу говорю. В невеганском? В невеганском. Там жарили вне мясо и ты сейчас ешь. Блин, ты это знала? Вон твоя веганская, она замороженная. Не знаю. В невеганском масле. Смотрите, это произведение искусства. Половина папирони, половина ананаса. Смотри, вот это слово, помнишь, ты говорила? Смотри. Это слово. Слышно? Не слышно. Что меньше, что лучше. Най, там я говорю. Най, каждый раз. Най. Рюмкой. Я стакан, мне стакан, пожалуйста. Видите, как... Ой, такие рюшочки. Картошка. Не хочешь картошку? Да-да, спасибо, спасибо. Ну, мне бокалчики, что-то... Отлично. Я не побрезгую. То ломоровских пицц, бушмес. Не надо пьем. Тел, хочешь кудать? Все. А ты что пьешь? Надеюсь, сегодня без алкоголя, потому что тебе 9 исполняется лихо в понедельник. Кирилл хочет тост сказать. Кирилл. Лаура, Кирилл хочет тост. Скажи пару слов. А? Тост. Это европейская днюха. Все, знаешь, вкусно как. Картошка, пицца, ничего готовить не надо. Никакой шубы, никакой оливье. Все быстро и в сицу. Друзья, это Юля. Кто помнит Юлю? Моя сестра, а это ее муж. Вы не знаете, но она уже уехала из Ирландии. Сейчас они живут в Литвее. Пицца так уходит быстро. Так жалко. Можем коробку садьбу все красиво разожить, да, в треугольничке? Друзья, день рождения продолжается. Виски течет рекой. Кирилл меня затянул куда? Фортнайт. К себе в комнату, чтобы поиграть с ним еще раз в игру Фортнайт. Будем играть на иксбоксике. Все, гоняем? Ну, как бы сказать. Все, подключаюсь. Я что-то вышел на бензоколонку, а бензоколонки-то и не наблюдается. Не знаю, что-то не уйти, но поскольку у меня время много, я думаю, что мне хватит дойти до туда, перекусить и вернуться назад. Мне казалось, что колонка буквально рядом. Не знаю почему. Может, я что-то перепутал с другим местом. Но пока ее точно не наблюдается. Друзья, искал я кафе. В общем, я попал, знаете, куда вообще? В компании eBay. Смотрю, тут кофе пьют. Я даже не понял. Говорю, тут все общепит для всех. А тут, оказывается, только для рабочих. И уходит так, что все здесь очень дешево для рабочих. Только вот ирландский завтрак мне обошелся 2 евро 60 центов. Меня пропустили. Я расписался. Типа рабочий. Расписался, что зашел сюда в здание. И вот такая же столовая. Короче, все фрукты различные. Еда горячая, кофе. В общем, просто отсюда не видно за этой стеной. Больше всего. Но интересно, да. Для рабочих все дешево. Поэтому я сегодня, как рабочий, буду кушать именно ибоевскую еду. Смотрите, какие тут салфеточки. Написано, жуйте больше в 10 раз. Кушайте своей неосновной рукой, не доминирующей рукой. Почему? Наверное, для того, чтобы развивать то полушарие, которое не развито. Ну, друзья, прекрасно. Я просто прекрасно позавтракал. Вкусная еда. Вообще не могу не сказать ничего плохого. За такую смешную цену. 2,60, по-моему, вообще просто. Вот это кофе, чтобы вы знали, я заплатил за него 2,30. То есть там же. То есть соотношение за кофе 2,30 и за полный ирландский завтрак 2,60. Это, ну, прям как-то даже непонятно, почему так. Здесь находится eBay, а здесь вот эта контора Veritas. И то есть эта столовая, она именно Veritas этой компании, это IT-компания американская и eBay-овская. То есть они как бы совмещены. Ну, понятно, что вот эти компании заботятся о персонале и делают дешевую еду, делают, чтобы все было для них удобно. Но кофе и напитки, там, кола евро 10 банка, почему-то дорого, не знаю, почему так. И, кстати, в этом вот Veritas встретил девушку, я уже на выходе был. Она подошла и говорит, здравствуйте. Говорит, я смотрю ваш канал. Она недавно переехала в Ирландию, именно в эту IT-компанию. И говорит, до переезда смотрела мои видео. Очень приятно. Желаю вам удачи. Надеюсь, у вас все тут сложится. Все будет хорошо. Также она и мне пожелала удачи, чтобы у меня все с видео, с каналом было прекрасно. Ну что, я думаю, время уже немножечко подходит к тому, чтобы нам возвращаться в гараж. Вроде немножко распогодивается, распогодивается. Короче, солнце уже выходит, меньше туч, меньше тумана. Немножко теплеет. Будем двигаться к гаражу. А уже оттуда, я думаю, поедем в Баттерфорд. Все, машина готова. Полтора часа, как обещали, все пунктуально и идеально. Говорит, короче, фигня была такая, что у меня там болты были сорваны какие-то и что подтекало масло. Он когда снял крышку, говорит, там даже не было масла, чуть ли не половина, а то и меньше. То есть, это, конечно, было очень плохо. Я не знаю, какого хрена и откуда, где там что подтекало. Но он говорит, все заменили, все закрутили, поменяли крышку, поменяли фильтра. Говорит, все должно быть сейчас хорошо. Если эти тычки, которые начали проявляться, он говорит, если они будут, тогда, конечно, придется к ним вернуться. Говорит, но в последующие несколько дней они могут оставаться, потому что машина, она как бы там, компьютер стоит, и, в общем, она сама адаптируется, и все должно быть нормально. Но, на крайнем случае, если вдруг что, ну, тогда уже что-то с коробкой. Но сейчас вроде бы, вот все, холодная машина, залили масло, ну, вроде бы нормально, пока красиво, плавно переключается, если честно, даже не чувствуется никаких проблем, прям как новенькая. Надеюсь, что все так и останется. Ну, в общем, все, мы с этим закончили, сейчас будем кататься, смотреть, в последующие несколько дней. Главное, на холодную с утра посмотреть, особенно, потому что это утренняя такая проблема, так скажем, эти тычки, и различные дергания. Но все, это сделали, все хорошо. Так что парни работают нормально, если кому-то надо, называется контора «Седьмая передача». «Seventh Gear», по-моему, да, «Седьмая передача», если правильно, по-моему, так она называется. В Дублине, в общем, гуглите, она у вас сразу выкинет, делают литовцы, я так понял. Цена хорошая, цена лучше, чем у других, тоже я промониторил, и делают нормально. В общем, они как бы специализируются. Мне их даже рекомендовала страховая компания, у меня машина была на гарантии, и вот гарантийная компания, она мне именно сюда посылала. Так что, как бы, ребята, в общем, нормально заслужили доверие и заслужили ими. Так что, если что, обращайтесь к ним. План у нас сейчас такой, мы едем в Ватерфорд, но перед тем, как поехать в Ватерфорд, надо заехать в аптеку какую-нибудь и купить антибактериальные средства, знаете, для рук, мыла и просто крема. Потому что в Ватерфорде этого нету. Помните видео, вот буквально предыдущее видео, которое я делал, было по поводу коронавируса. В общем, коронавирус, тогда был зафиксирован один случай коронавируса в Ирландии. Но это было тогда. Сейчас уже, сколько тут дней прошло, 3-4 дня, уже 9 человек, понимаете. Поэтому все это разрастается довольно-таки быстро. Не сказал бы, что 7-мильными шагами, посмотрите, тут 1, тут 9, с 9, может быть, уже тут 27 и так далее. То есть, это все довольно-таки очень быстро, быстро распространяется. И фишка в том, что в Ватерфорде нету, нету нигде антибактериальных средств. Все распродано. Аня говорит, ну, по крайней мере, Аня так говорит, заходила в аптеки и туда и сюда, говорит, нету ничего. Все распродано, пустые полки, именно в этом плане, чтобы антибактериальные. Все поскупали, и школы поскупали, и просто люди поскупали все как бы на измене. Поэтому сейчас посмотрим тут по Дублину, надо купить, что-то им привезти домой. У нас в Графстве Мэя еще такого нету, хотя уже 4 зараженных в Графстве Мэя есть. Поэтому там тоже все может быть по-быстрому смести с полок. Такое ощущение, что надо вообще закупить макаронов, надо закупить этой тунца, знаете, в банках, или консерв разных в томатном соусе. И просто, чтобы были такие вещи, если вдруг перестанут в магазины завозить, потому что в Ирландии, вы знаете, как это происходит, немного снега выпало, какой-то ураган, они скупают все сразу хлеб, молоко, яйца, в общем, все полностью пустые полки. А если проблема с таким вирусом какая-то вот возникнет более серьезная, чем она сейчас имеется, то, мне кажется, полки будут пустые, не только хлеб и молоко, мне кажется, все сметут. Так что, возможно, возможно, надо готовиться. Также школу в Ватерфорде, где учится Настя, вообще хотят закрыть на карантин. Ну, такие разговоры, по крайней мере, шли, потому что их класс летал на экскурсию в Италию, именно, по-моему, в тот регион, в той части, где вот сейчас вся эта эпидемия, самый очаг происходит. Поэтому они вообще думали закрыть школу на карантин. Но вроде бы не закрывают, но вот тоже опасаются, что могут закрыть. И всем рекомендуют сидеть дома, особо не гулять, в людных местах сильно не ходить, в общем, где большое столпотворение. Мне еще писал человек, девушка, писала в комментариях под предыдущим видео, что они планируют перелететь в Ирландию на День Святого Патрика и спрашивают, безопасно ли это. Ну, по сути, я как бы больше чем уверен, что вы прилетите, отметите этот праздник и улетите, все будет в порядке. Но шанс всегда есть, вы сами понимаете, потому что это уже на острове и это распространяется. И до 17-го числа, до Дня Святого Патрика еще довольно относительно далеко за это время может многое измениться. Могут даже и отменить День Святого Патрика именно парадные гуляния, вот чтобы такого большого количества людей не было в одном месте. Потому что довольно-таки серьезно относятся ко всем, ко всей этой проблеме. Так что не знаю, не могу посоветовать, лететь вам сюда или нет. Я бы, наверное, посмотрел какой-то, какой-то другой, не другой город. Я бы, наверное, посмотрел какую-то другую страну в плане отпуска. Мне кажется, есть стран, куда можно еще слетать. Да и в Ирландию можно слетать, но именно День Святого Патрика, потому что это будет огромный парад, это будет очень много народу, и между между этих людей тереться, ходить там, наверное, не очень безопасно. Почему-то мне кажется, что парада вообще может просто не быть. Так что смотрите сами, чтобы просто не обломаться. Блядь. Прозевал поворот, а все почему? Потому что общаюсь с вами. Так что, ладно, давайте ездим в аптеку, посмотрим, есть ли тут что-то, и уже будем выдвигаться в Ваттерфорд. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что и, друзья, идем в аптеку, посмотрим, будет здесь крема. Первая аптека и облом, все распродано, говорят, все раскупили, ничего нету, доставка будет только завтра. Давайте попытаем счастье еще в какой-нибудь, если нет, ну, блин, по идее, везде распродано все. В Ваттерфорде, правильно они говорят, в Ваттерфорде все разобрали, в Дублине тоже, надо было брать в Графстве Мэя, по-моему, там еще такого ажиотажа на это нету. Ну что, пробуем второй вариант, аптечка, вон моргает, давайте посмотрим, распродано ли здесь, или все-таки есть возможность купить еще антибактериальный. вот и все, и тут нету, все везде разобрали, слушайте, ну да, люди начинают паниковать, но это не паника, это меры безосторожности, пока еще по идее паники нету, но дай бог, чтобы ее и не было. Все, друзья, направляемся в Ваттерфорде, ехать 140 километров, вечером, наверное, сами сходим в кино, а так будем снимать все походу. Подзаправился, взялся капучино, можно двигать дальше, ну что, пока ехал, ни одного толчка, ни одного тучка, пока очень счастлив, очень доволен, то есть не зря потраченные деньги, но в любом случае, это важно было поменять масло, потому что если такие, как я уже говорил, происходят втычки и толчки, то замена масла, это первое, что надо делать. Ну, вообще, будет все известно завтра утром, на холодную, когда заведу, тогда уже буду точно знать, прошло ли все, все симптомы исчезли или нет, если же они остались, ну еще, как он говорит, пару дней поездить, и тогда уже, если не пройдет, тогда надо будет что-то смотреть, что-то с коробкой, но я надеюсь, что все будет хорошо, так как уже я это вижу, уже это ощущаешь, ну, будем надеяться. Надежда умирает, последний. Вроде бы распогодилось, но показывает 8 градусов тепла всего лишь, хотя в Дублине было 11. Обычно в Ваттерфорте всегда температура немножечко повыше, чем в других ирландских регионах, ирландских графствах. Еду в кинотеатр, хочу купить два билета, посмотреть, что сегодня идет, чтобы с Аней выйти, в кино давно не ходили, она сегодня это упоминала, хотела сходить, поэтому посмотрим, что идет в кинотеатре, на какой-нибудь фильмец сходим. Она отъехала на пару часов, когда вернется, как раз время уже будет ближе к вечеру, и пойдем сходим, посмотрим какую-нибудь интересную картину. Что, друзья, я взял два билета в кино на 8.20. Аня не очень любит фильм ужаса, то я как раз таки взял на фильм ужаса, называется «Невиденный человек». Аня говорит, не буду, уже в кинотеатре сделай мне сюрприз. Что это? Зуб? Поздравляйте с днем рождения! Спасибо! Ты рад? Сколько тебе лет? 95. 95? Вот и наступил понедельник, и сегодня у Кирилла официально день рождения. Какие планы? Что делаем? Идем к VR. VR? Ты будешь дать гостей? Я там переоденусь. Сколько у тебя гостей там будет? 8. 8 человек, да? Ну, поехали. И 8 мест. 8 мест. 8 мест. Там одно безопасное место было, кто-то мог поиграть, и я выбрала Валерия, другую. Лили. Да? Да, она приезжает. Моя мама не знает, но это не моя мама. Что не обязательно? Так одеваться очень красиво, супер красиво. Можно просто одеться в нормальную одежду. Может, знаешь, если кто-то будет пригибаться в битсейвере, у них же, если они с джинсами, может, джинсы будут болеть, потом ноги, как пригибаешься, они будут жмать, жать. из-за игры? Ну, да, там надо пригибаться, чтобы там пол тебе on the roof can hit you, you have to bend down. Ну, я понимаю, но тебе никто не говорит, супер красивый, за костюм надевать не надо, но просто одеться. Да, обычно. Более-менее празднично, хотя бы так. Ну, да. Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, что, друзья, время кинотеатра. Идем мы с Аней сейчас заценим этот фильмец. Не знаю, что за фильм, играть, ничего, что-то интересное. Я не помню, что-то там про человека. В нашем стиле идти, не знаю. Не, ну, я билеты покупал, все нормально. Сказали, интересно. Не, я не думаю. Трогай дверь, я не думаю. Да. Просидели с Аней в зале, короче, думаем, какого хрена, где рекламы, вроде пришли нормально вовремя. Оказывается, мы в другом зале уже пришли в конец, в самый конец фильма, под конец. Нас отправили не в тот зал. как тебе фильм? Я не знаю. Я сейчас расскажу, как у меня фильм. Больше таких сюрпризов не делал. Во-первых, ты не спрашиваешь, чтобы пила в раму. Я была настроена на... Мы не туда идем. Пошли в скрытый. Да. Поэтому я не знала, что ожидать. Да. Потом мы пришли и в тот зал. Так, друзья, закончился фильм. Было очень интересно. Нас изначально вообще... Мы пришли в третий зал. Нам сказали, видите, в третий зал. Мы с Аней пришли, сели и смотрим, как парень перерезает себе горло. Аня говорит, слушай, это какая-то фигня неправильная. По-моему, мы вообще не в том зале находимся. Я говорю, да нет, в том зале. Нам сказали, третий зал. Там просто долгий разговор. Речь толкал там мужчина. Ну, мы сидели-сидели. И, короче, тут уже... Такой кураж, да, свет зажигается и все, и типа все выходят. Мы в шоке, а оказывается, это тот фильм, на который мы хотели пойти, но нас отправили не в тот зал. То есть там было время, уже концовка фильма. А наш фильм шел в первом зале. И выходит так, что мы потом пошли в первый зал. Мы все знали кульминацию. Да, мы знали конец фильма, что очень разочаровало. И просто сидели, смотрели. И знали, что будет дальше. Но фильм на самом деле интересный. Я название его вам оставлю в ссылке. Есть ли он там на скачку либо на онлайн-просмотр. Не знаю, но оставлю ссылочку. Фильм понравился. Знаете, что меня больше поразило, чем сам этот фильм и вся эта ситуация, то, что произошло с там? Вот эта бутылка минеральной воды. Обычная вода. Она стоит там 3 евро в кинотеатре. Я работаю в пятизвездочном отеле, который один из лучших в мире. И у нас бутылка такой воды, ну, там не такая вода, там типа получше даже, стоит 3,50. А это 3 евро в каком-то кинотеатре в Ватерфорде. Просто, блин, цены космические для кинотеатра. Ладно, все. Мы домой, ребята. Всем спокойной ночи. Спасибо, что смотрите. Завтра увидимся. Доброе утро, друзья. Новый день наступил. И уезжаю я из Ватерфорда назад в Гавство Мэйо. Но по дороге я заеду еще в Голвы. Хочу кое-что там сделать. Сегодня мы первый раз, когда я завел автомобиль на холодную. Сейчас посмотрим, как переключается коробка. Так, вторая. Но уже по-другому. Уже лучше, по-моему. Но сейчас немножко газанем, потому что она обычно может с первой на второй медленно, еще более-менее, когда медленно едешь, когда немножечко быстрее едешь, тогда она может прям выстреливать прям с такими тык-тык-тычками и толчками. Сейчас вот мы сделаем здесь. Быстро попробуем. Если все будет отлично, я буду очень рад. Ну-ка, газку. По-моему, все круто. По-моему, все просто идеально. Вообще не чувствуется переключение, все плавненько, все отлично. Так что пять с плюсом, пацаны из седьмой передачи. Seven Gear. Спасибо большое. Так вот, друзья, новый день наступил. Уезжаю я из Ватерфорда в Голвы. И, точнее, я уезжаю домой, но поеду через Голвы, потому что хочу заехать в салоны автомобильные. Для чего? Для того, чтобы попробовать найти себе новую работу. Именно в сфере продаж авто. Я уже много лет занимаюсь продажами, но продаю мелкие вещи, такие как салаты, стейки. Хотелось бы что-то более масштабное. Дома, машины. Но начать, наверное, стоит с машин. В общем, что мой план такой? Я хочу зайти в какой-нибудь главный дилер, в салон того же BMW, Audi или Mercedes. Ну, по крайней мере, начать с них. И просто прийти и поинтересоваться, чтобы они взяли меня на стажировку, на практику. Я готов работать бесплатно. Не надо мне денег, потому что деньги я не буду просто неинтересен. Но чтобы просто пройти у них стажировку и практику за бесплатно. Один день в неделю, два дня в неделю. То есть в свои выходные, в свое свободное время. Было бы интересно. Мне кажется, что эта тема продажи автомобилей была бы гораздо прибыльнее, чем просто быть в ресторане менеджером. Потому что деньги там, на самом деле, небольшие. Ну, по крайней мере, в ресторане, в котором я работаю. Там престиж, но не денежный. Просто с этими рекомендациями можно идти куда-то дальше, в другие гостиницы. В гостинице даже похуже, где не нужно имя, а приходить со своим уже именем, откуда ты пришел, и тебя там, по идее, уже возьмут с руками и ногами, и ты сможешь зарабатывать вполне себе адекватные деньги. Но проблема в том, что я не хочу работать в гостиничном бизнесе. Ну, вот просто с каждым годом я понимаю все больше и больше, что это не мое. Я не хочу находиться все праздники на работе. Я хочу праздники находиться дома. Хочется нормального, адекватного графика. Поэтому на данный момент у меня такой план. Попробовать себя именно в сфере продаж автомобилей. Вот мы в городе Головы. Два с половиной часа пролетело для вас как одна минута, а для меня они пролетели как два с половиной часа. Погода оставалась такой же, как и была. Смотрите, небо немножко более затянуто, но без дождя, что очень приятно, сухо. В общем, мы подъезжаем уже, подъезжаем к месту, куда пойдем пробовать устроиться на работу. Ну, как я говорил изначально, сразу это будет Мерседес. Ну, мы попробуем туда в любом случае Мерседес. А там рядом вот Вольтсваген есть, там и Ауди, по-моему. Вольтсваген, Ауди, это будет одно и то же, по сути. И BMW. То есть, ну, хотел бы я в Мерседес, потому что, ну, я на Мерседесе езжу, и это означает то, что мне Мерседесы нравятся. Мне нравится все, но в первую очередь мне нравятся Мерседесы. Сегодня пятница, и время у нас 5 часов 13 минут. Я надеюсь, что все главные лица, с которыми мне можно побеседовать, пообщаться по этому поводу, еще будут на своем рабочем месте. Хотя есть вероятность, что в пятницу, как сами знаете, все хотят скорее свалить домой. И, возможно, я никого и не застану. Я в раю Мерседесов. Такого старого, как у меня, тут даже близко нет. Таких тут не продают. Все только новое. Максимум, наверное, такого можно найти. Такой, как у меня, можно найти, только если я вот это привез в трейды на дал, и он просто стоит, можно сказать, пылится. Ну что, давайте выйдем, посмотрим, спросим, по крайней мере, и что да как. Не было того, с кем можно поговорить. Это генеральный менеджер. Дали мне вот такую визиточку. Мерседес-Бен с головой. В общем, тут генерального менеджера номер телефона. Созвониться с ним надо. И обсудить, что да как. Посмотрим, будет, не будет возможности у нас все это делать. Просто я думаю, что, может, мне не стоит пока идти, например, в тот же Volkswagen или BMW, потому что вдруг они скажут, да, давайте. А я бы не хотел вот к ним. Ну, мне хотелось бы, конечно, в первую очередь, Мерседес. Так что, мне кажется, надо просто позвонить ему, перед тем, как пойти в другие. Вдруг он скажет, да, да, я хочу тебя взять. Потому что будет как-то тупо, если меня скажут, там, мы тебя, да, берем. И я скажу, извините, нет. Ну, как-то неправильно, правильно? Сейчас генеральный менеджер недоступен. Она сказала, что у него митинг, собрание. Хотя, маловероятно, в пятницу какие-то собрания в 5 часов вечера. Но, в общем, его нет на месте, и он недоступен. Поэтому мне придется звонить сюда в понедельник. И в понедельник я с ним обслужу. Если все будет нормально, супер. Если нет, тогда я в понедельник приеду в другие конторы и обслужу уже с ними этот вариант. Но, мне кажется, они должны меня взять. Потому что, по сути, мне даже денег не надо. Я просто хочу этот work experience. Просто наработать, типа, опыт, посмотреть, как это работает изнутри. То есть, они мне платить даже не обязаны. Как бы, если они будут платить что-то, ну, это всегда хорошо. Но если, как бы, встанет вопрос, там, скажут, нет, не надо и прочее. Я тогда скажу, слушайте, я все это готов делать без денег. Чисто для себя хотел бы пройти такую стажировку. Так что, надеюсь, это прокатит. Всем спасибо, кто пришел. Всем спасибо, кто посмотрел. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok